Включение до бюджета, финансование ремонта женской консультации на 17-й рік. Есть предложение, например, ремонта даху. Если у нас будет по итогам первого полугодия какие-то больше денег, пускай делают и дальше. Доповольте, можно? В межах выделенных ассоциирований на здравоохранение? На охрану здоровья. Не получится так. А откуда ты из-за братской жительницы? Повторяю, не надо ни откуда, ни чего забирать. Привопонаживание. Через полгода. Что есть сейчас, скажи? В план социально-экономичный. В план социально-экономичный. Я вкладываю, какую за эту сумму? Шерсткая допомога по программе идет. У нас по программам, если все взяли, это 170 миллионов, у нас только 20. То есть мы 100% оцю одну программу бачим и берем 200 тысяч. Они в АТО погибают, извините, может я не права. У меня муж приехал после АТО, мне тоже шефскую допомогу надо было. Я чуть не в Банзарник не поехал, так само и они. Они приезжают, ну нельзя, может, говорить. Понимаете, это шефская допомога. Это шефская допомога. Мы не выполним свою функцию, а даем шефскую допомогу державному бюджету. Мы такие добрые. Мы такие красивые. Михаил Михайлович, ты киди-ка, что казначейство молчалось, подожди. Казначейство, что ты делаешь? Что мы-то делаешь? Да ты их так, а казначейство тут так. А так 300 тысяч для казначейства. А вот что, есть ли в бюджете? Мы все добрые ставим. Мы хорошо распоряжаемся, раздаем. Туда-сюда. Откуда, стоп, а ну-ка сейчас подскажите мне. На бюджетной комиссии. Если у каждой по 3-4 раза ты был в АТО, правильно? Да вы даже посчитаете, какой налог платит воинская часть своими зарплатами. Я не скажу, боююсь, не платит военной налогой. Нет, никто не убирает. Нет, я ничего не убирает. Тем более мы проголосовали за это. Послушайте, дайте мне, пожалуйста, ответ, может я что-то буду. На бюджетной комиссии было звернение директора ПТУ по поводу перераспроделу коштей на какую-то часть. Їх перераспроделили, чи выделили опять из бюджета? Депутаты в бюджетной комиссии проголосовали, чтобы выделить дополнительный. Не офигели ли? Сука же медалью. Послушайте, не офигели ли? Так до нас звертаются перераспроделить коштей? Писаревка. Писаревка. А мы выделяем. А у нас бюджетная комиссия. Доброе. Куда не доброе? Кто там умный? Депутат Погорелов хотел, да, там, перераспроделить коштей? Депутат Погорелов бачит это так. А я бачит это по-другому. А я не знаю, если я не знаю, если я не знаю, что-то забрали. Беременные женщины приходят и выше бегают по коридору. Вон, ты только что говоришь про крышу, про жертву. Так было все правильно. Чтобы вы подходили до каждого одинаково, было все правильно. Если мы подходим, одну у дам, а другу не дам, кому дам, кому дам, а я не знаю. Я вам показал. Что вы рассказали? 300 тысяч. 130 тысяч в бюджет. В первый раз в жизни выделяется кошта. Давайте снимем из месцевого бюджета, а то возьмем в АТО. Не в АТО, а на программу. 130 тысяч. Я там хочу снимать. Что ты уже снимать? Я кубок точно экономал. Пропозиции. Допозиции добавлю в одну фразу. В межах то, что сейчас выделено. Она в межах нельзя, потому что если мы в межах сейчас, то где мы заберем? У нас миллион 220 только выделено нам медицину. Вот давайте не так. Еще раз повторяю. У нас лекарь есть, и главный есть и так сам. Еще бы одного крима, главного лекаря. Хай думают они. Что ты должен думать? Я что должен думать? Да. Потому что мы с вами сейчас сидим и как депутаты решаем, что нам нужно. И вы говорили, у меня, извините, откажется, я за тебе выделил эти кошки. Я, пожалуйста, не знаю, куда их снять. Вот скажите ей, я клачанинку правильник. Я тоже буду сбалансовывать бюджет. Откуда вы нас снимали? Будем было раньше запланировать. Но почему-то не запланировали. Правильно. А теперь, извините, откуда мы заберем? Там не надо заберем. А я говорю, сейчас есть там медицина, выделено сколько-то кошек в межах. Забытое это питание. И хай дальше вырешивают. Просто сейчас написать, выделите кошки. Это так. Написали, что выделите кошки. И что будет Шаркова робить. Она будет тогда отвечать. Но с другой стороны, опять вбакиваем деньги. Хорошо. И опять будет течь. Хорошо. Давайте тогда поставим так. Как правило сделать? Давайте ставим питание так. Пишем, собовязываем управление земельных ресурсов взять. Додатково не 10 млн податок на землю. Это 10 млн податок на землю. 10 млн. Взяти 15 млн. И 3 млн направить туда. Ставьте доходы бюджета. На какую статью доходы поставить? Не надо их постирать и повесить. Поставьте тоді и не плавному цифру. Поставьте кошти от депозитов. Сколько ты поставила? 300 тыс? 300 тыс. Поставьте ей 2 млн. Кошти, которые будут заработаны на депозитах. Не будешь податок на землю. Я кто его знал? Для того, чтобы ставить какие-то видатки, надо поставить доходы. Я вам скажу, если мы не можем ставить так, то говорим ей, чтобы поставить доходы в бюджет, увеличьте доходы в бюджет по земле. Чтобы мы тогда не выполнили его. А вы сейчас не выполните бюджет? И что? Нет, сейчас мы выполним. Потому что он сбалансованный. А если мы сейчас нагоним его виртуально, его можно и... И так, и так, и так, и так. И так, Федор Федорович запропорувал. А что толку реальных денег не будет на... Хорошо, скажи, Федор Федорович, дай ответ. Верен, сейчас запропонувал свою пропозицию. Добавить, так? Да, надо сколько снять. Надо добавить. Або надо снять, або поставить доходы. Я запропонувал добавить, написано в межах, что заплановано на медицину. Цю статью. Хай нам же думают начальник відділу, начальник, главный лекарь. Куда их присправлять. Або давайте добавляти доходы в бюджет. Что мы можем добавлять доходы? Мы и так поставили уже підконтрольную цифру увеличивше необоснованную. Даже не дают нам... Тот и давайте снимать с кого-то. Пропозицию. Бюджет проголосованный на бюджетникамистофорене? Проголосованный. Мы можем от вас шекало пить. Добавить, або снять. Или послать. Третий. Давайте, может, какая пропозиция. При перегляді бюджету за першим февритом, першим пунктом отключення, понятно. Только цифру надо сейчас поставить. Я это понимаю. Тут все понятно. Мы бы могли сейчас, например, женскую допомогу, женскую консультацию. И США номер 6 начать финансировать там с седьмого месяца там или с восьмого. То есть, ну, не вопрос. Только цифру, какую сейчас мы поставим на это. А то нам ее возьмем. А что нам мешать? Сейчас мы поставили ей ставлю межу финансирования. Ничего не мешать. А тогда это самое уже в том году, когда будет какой-то происходят, будем добавлять. У женская часть цифра есть. Женская консультация, крыша. Примерно. Сказали, где миллион. Ну, нет, ну, крыша там где-то миллион. Там, если делать, то делать все. Проводку сразу делать. Проводка. Ну, давайте хоть крышу сначала. Крышу сначала. Не, я крышу. Вы, значит, на только с крыши я не знаю. Не, вы не поняли. Так надо реально подкарить. Как делать проводку, если там крыша течет? Ну, если они опять зальют, опять этим битумом и... Не, не битумом, а давайте, Анжелу Александровну. Я вас прошу, давайте вместе будем работать и дивиться даже, что вот эти проекстанты, что они там манюли. Ну, я тогда получу. И поставили четкие условия, ребята, нам или шатру, или сказали. Тогда я получу дефектный акт, я принесу на правовую комиссию. Ну, пожалуйста, да. Ну, дайте же сказать. Одни безусловия тех, которые вискировала с мучевым проектантом, это именно шатровая комиссия. Да. Уже. Все. Так они могут опять... Не, они могут, значит, когда уже будем... Ну, они сказали одно. Шатровая такая, как в понятии нашего, такая, там не получится. Не получится. Скатная тоже не получится. Анжела Александровна, я дивился по городам, почему-то там, где везде пристройки, и роблять и вот такую шатровую, и роблять водоотводы, все роблять. Не мешают ни балконам, ничему. Есть маленький балкон, там большие балконы. А там, кто-то из сады понавстраивали. Катый шуток понавстраивали. Смотрите. Вы отошли опять от темы, Анжела Александровна, смотрите. На самом деле, выделение там, ну, например, тех же самых трех миллионов или трех с половиной миллионов в год на такую установку, ну, это нереально. То есть, их нет, куда-то будет взять, это сто процентов. Такой и такой сумма. Поэтому у меня было предложение по женской консультации забить все-таки на семнадцатый год реконструкцию крыши. Подальше будут деньги, вперед. Можно проводку поменять. Не будет денег, дальше там, ну, двигаться как-то на следующий год. Потому что мы сейчас, если... Смотрите, я сейчас наведу вам пример невозможности сделать что-либо. Это наша гимназия. Вот мы просили сделать проект и разбить его поэтапно, так как проект на больницу. Кто-то, не знаю кто, прошляпил это все дело и сделали проект на 22 миллиона. На 22. Для того, чтобы сейчас... Вот сейчас тебе проект сделают на 3 миллиона. Там, например, рынок 4 миллиона. То нужно будет в межах финансований. То есть, как только у нас кошки эти будут, мы тогда сможем начать этот ремонт. А так не сможем. Поэтому у меня вот такое предложение. Все-таки, ну, поэтапно как-то это делать. По-другому никак не получится. Вот оно никак. То есть, невозможно будет здесь выделить сразу 3 миллиона на женскую консультацию. Поэтому есть предложение. Давайте по поводу в межах финансований. Сейчас надо подумать. Просто, чтобы у нас не получилось, что если мы спишем в межах финансований, у нас по итогам первого полугодия скажут нам, вот же в межах финансований было там. Ну, хай теперь, в отдел охороны здоровья, вот там и занимается теперь этим миллионом. И потом пойдет, что нету денег ни туда, ни туда, ни туда. Мы сейчас вытягивали лекарню миллион из местного бюджета, чтобы они хотя бы полгода получали заработную плату в своей частную. Пантеля Ивановна, вы знаете, что такое в день посмотреть 30 человек и помыть руки ледяной водой? Вы посмотрите на руки, у нас никакие кремы уже моих врачей не берут. У моего доктора аллергия на все, что есть. Но не то об этом не думает. Экзема. Мы моем ледяной водой, правильно сказал Сергей Иванович, ледяной водой в мороз моем руки. После каждой женщины. И вы говорите, что я же не провод. Болеры? А кто мне их поставит? Кто их поставит? Проводки нет. Давайте я пойду, поставлю вам более проводку. Вы смотрите, я вас об этом не знаю. У нас чайник ставишь, выбиваешь проводку. Что надо поменять? Это немножко другая ситуация. Стена, проводка уже... Там проводку тянуть, надо на то дозволы. Так, я кажется, мы с селы самоврядовани, если мы не можем нифига... Ничего я не могу. Почему же я вам не говорю, почему всех попросила? Я ничего не говорю. Унитаз нечут, мне отремонтируют, это можно. Но с годом я ничего не могу сказать. Только я не вызывала сантехнику, мне никто ничего не сделал. Мы-то пока хоть холодная есть. Кто-то будет проверять, там провод ноги не ставили, никто не будет проверять. Мовочки, взяли, старый провод выдернули, ноги вставили, зашпаклевали, и все. И формулы по точным ремонтам. Ну, я не знаю, что это. Такие у нас на Миссеру самоврядовани. А бойлеры, по-моему, поставили хирургии. И женское поставили. Да, Олег, ну что проблема с бойлером, и как? Я не думаю. Не на каждый кабинет нужен тогда бойлер. Там застегают жидловой будинок, как у меня зрячего на простачали. Ну да, зачем там бойлер? Ну, как я воздавал сантехники? Более, это 10 раз дороже. Я прийду, у меня есть стоянник для пластиковых труб. Кубин пластиковые трубы. И откуда мы приведем морячую воду? От дома. Я возьму перфоратор. У меня все эти трубы, вот в подвале. И сантехники... Я не думаю, в чем проблема. Я живу, я вам скажу честно, в многоэтажном доме, я уже себе даже на чердак сделал этот выход. У меня вчера сломался замок дверный, я через чердак завез в квартиру. А у нас там этаж? А? Я на верхнем этаже живу. И почему? Есть у меня возможность, и я сам крышу ремонтирую, аж она у меня не течет. Мне не надо трех миллионов, чтобы дырку залатать, потому что я вырезаю этот кусок, вставляю новые, закрыли, все не течет. Там чуть-чуть раз пеной задул. Надо мне дырку пробить, я беру перфоратор пробиваю, на улицу пробиваю, вывожу все. Такая проблема, я не понимаю. Вот такие тежищи мы выкидаем, чтобы сделать там реально на 100 тысяч, если так вложиться, мы тратим 3 миллиона. Мы просто гроши выкидаем никуда. Я колись про это спросила, в МИСКОГУЛОВИН сказал, что я считать не имею, что я ничего не понимаю. Ну, Наташ, у нас такие все суммы, деньги выходят на все, что просто я сумаску. Я знаю, что я не понимаю, но есть завхоз, есть поточный ремонт, на поточный ремонт выделили. Знаете себе, больницы там, группа хозяйственная, человек, 50, часы руки. Двух, я сам себе дома, я сам вырыпаю, он так приедешь, плитку, я межэтажное перекрытие, у себя дома, сам залыв, но межэтажное перекрытие из дерева, я его снял, и залил в железобетон, сам. Снизу подпер, сверху залил, и залил в железобетон. Вы думаете, не правильно? А фундамент? Что фундамент? А при чем тут фундамент? А при чем тут фундамент? это межэтажное перекрытие, где я выкинул все это? Три пропозиции. Тута одне, а может Шарковой говорить про то, что это добавляемо, и мы же в финансировании, вот там, чтобы она распределяет. А третий, вибачте, что я за... Ну, четвертое питание, я хотела бы сюда добавить. Добавить, у нас программа, ту, яку мы завтра будем обсуждать. Вона взагалі, не звучит. Взагалі. А потому что, если 7% они уже оставили, 2 миллиона стол. Ну, все, я понимаю, это так рассказано. Мы сейчас с вами проголосуем, вы хотите, будь ласка, зминуть до статута. А там статя, где раньше, что сам межэтажный глава распоряжался резервным фондом. А сейчас, веконавчий комитет будет распоряжаться. И потом нам скажут, что депутаты, шановные, для того, чтобы отримать деньги, вы еще вернитесь до веконавчого комитета, который вас пошли кудись. А до этого послать мог бы в межэтажный глава? В межэтажный глава мне нормально, когда посылал. А откуда будет веконавчий комитет до нас посылать, то вы обожите, будь ласка, мне трошки коробок. Потому что мы их с вами приняли на работу. И чего я сгорю увагу, что мы до саду дорогово изменим. Здесь надо ставить. Или доходы добавлять? Я не знаю, я могу добавить доходы? Нет, доходы нет. Ну что, мы можем... Ну давай так, если на військовую частину мы можем поставить не 300, а 500 тысяч и закрыть. Військовую частину 200 тысяч, да? От депозита 5-10, и там будет выконано или не выконано. 200 тысяч это вообще без проблем решается. В доходную частину вставку. Нет, так что да, метр, то да. Ну, это, все нормально. Ты дожди, в цемпроцентре заработали 1,5 миллиона 800, да? Да. 1 миллион 800 заработали. Сейчас все поставили доходы в 6 раз, ой, в 5 раз. Их не будет, у нас оставки таких. Не будет, будем коррегулировать. Ну, эту строчку надо выписать отдельно, так? По идее. Резервный тоже надо подумать, я, я, Семен Балакев, что Резервный пиде на виконание депутатских полноважений, значит, десь, то есть, надо его, только в ней тоже бюджеты по распорядникам сбалансировали. Пропорционно. Кожему распоряднику. Управление социального защиту населенного, приправление холодильника. Мама готова. Мама, потом я занята, потом. Это ускорбцентр, они готовят обиды для подопечных. Это территориальный центр. А, это сюда. Да. Все. Бежит, получит. Там финансовое управление сейчас хочет 25 тысяч для компьютера. Да? Да. Уменшим. Да, это все, я думаю. Что мы можем? Ну, 2 тысячи уменьшим. И что дальше? Мы с виконником хочем мы скидем. Компьютерно-технику. И там фото, видео, капитальный ремонт лифти у нас. Сколько у нас лифтов у всех полугода? 76. 76. 76. потому что идет. Ну да, вот я вижу 23 или в та. 800 тысяч. В чем проблема? Сейчас 25 роков. Підійшло и их надо все ремонтовать. То есть они в один час почти все побудовалися и подходят вот как раз интенсивно надо их ремонтовать. Там еще есть тротуарная плитка, там еще есть дорога. А возле первой школы будет тротуарная? Нет. Нет. Это можно. Это не что? Мы были, короче, мы видим кошки на прибораде места. Снова добиться на уровне наставового. Да. 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 Я на позиции. Так, давайте у пропозиции. Да? Федор еще три пропозиции записал. Она не проголосовалась. Смотри, пропозиции пытаются на порядок бюджетов. Смотрим, как раз смотрим. Это будет пропозиция вашей комиссии звучать на сессии с тем проектом бюджета, который уже отработал. Да? Мы же принимаем. Получаем, все комиссии уже приняли. Она же все комиссии прошла. А вот это пропозиция по комиссии. В принципе, в принципе, оно было. Что это было? Я что? Что ты боишься? 200 тысяч уже нашел. Где? Капитальный ремонт канализационный режим. Главный комитет. Ну, есть он рядышком стоит. Красавец. А что тут? Достойно? Чувствуется. Потому что ты не можешь подтикаю. Сергей Иванович, ну вы же знаете нас. Ничего я не знаю. Нет, конечно, товарищи, сумы дикие вообще. Это 200 тысяч. Так самое главное, никто же кое-что не составлял. Не, конечно. А больше не сэкономили. Мы сэкономили. Ну, сэкономили. На чем? Федор Иванович, вы вот сейчас послушайте, не перегибайте. Чего ты? Да, вот действительно сэкономили. Не освоили 250 тысяч, не украли, как было до этого. А сэкономили. Пока шторочил. Подайте на суд, что украл. Так у вас, о, вы столько же говорили, подавайте на суд. Нет, это так как же, что у нас решение, подавайте на суд. Когда принимаем решение. Раз, два, до ёлка, и мы не поведем. Так правильно. Давайте все. Давайте, конечно, сэкономили. Потому что они отрадутся. И поэтому сэкономили. Вы же Миколаев, это не правд. Мы не знаем, куда выходит канализационная мережа. Мы ее числилили в ту сторону, кидая на матерь, а она выходит на эти будинки. Так и что? Перекладывали. Я не знаю, что вы делали. Рома, вибачте, запропонувал, он 200 тысяч нашел, где взять. Ой, Господи, если бы трошки изменилось законодательство, знаете, в общем, как они работают, вообще, нет бумажной волокиты. В межах финансирования, если бы, например, женскую консультацию, то да, школу в межах финансирования. А это 400 тысяч, это же... А воинскую часть в межах финансирования чему? Мы с тобой будем... Мы с тобой будем, то, что задавали. Шевская допомога, вообще, женские власти. Шевская допомога, там, на великой цели, я уже, там, осталось 200 тысяч. Ваня, материально-технические засуды. А яких материально-технических Куда их? Каждый президент там? Нет, просто куда их записывать? Кодочник, капитальник. Да, куда его записывать? Мы их покупали. В этом году их выделяли. Куда вы их записывали? Ну так вы же не будете те же самые куплять? А что вы все? Одной казарбе поставим, другой поломать. Они для всех казарбе ставим. Ну, надо сейчас определить, куда вписывать эту статью затрат. Сейчас стоит разговор, куда его вписать. Вы же не вписывали ничего. У вас просто идет как субвенция к державному бюджету. По точно, а че капитально? По точно. Ну, что вы же покупаете? Ну, запчасти, технику покупали. Ну, лучше бы без канализации, правильно. Ну, на то, что вас там покупали. Ну, Вы же там не верите с автоматом на полной технике. Вам тут канализация надо. Вам не слилось по ней. Чего? Ну, сухой. Вы знаете, можно я скажу, когда они вот везли, можно это озвучить, наверное, или нельзя, Роман Владимирович? Когда последний раз везли оборудование, и у них 8 раз выстреливал скат. Знаете за это, да? Ночь эту пережил, что командир, что мой. А сейчас медикаменты совершенно невозможно получить. Я же 4 месяца не могу. Но мы не воюем. Я сижу, так вот, потому что цена. Мою. Послушайте, мы сейчас, мы сейчас говорим, в принципе, об одноме тоже, и даже спорить. Во всех, кто гадрозит, да. И об этом вообще сейчас спорить не нужно. Там надо и там. Конечно. Поэтому сейчас вообще прислушайтесь. Сейчас вообще не стоит вопрос, что важнее, что не важнее. Вообще не стоит этот вопрос. Просто на сегодняшний день действительно забыли, на мой взгляд, очень важные вещи. Это женская консультация, которую нужно начать делать. Это 6-я школа, которая на сегодня-завтра рухнет крыша. Это проблема. И там дети учатся. И это воинская часть, которую вы в прошлом году внесли в... Она была внесена. И поэтому она должна быть и в 17-м году. Почему этого не сделали, непонятно. Вот давайте просто подумаем, как нам правильно, как нам выйти из ситуации, куда вписать. Если в межах финансирования с каким-то там, например, додатком до, например, протокола в нашей комиссии, что за рахунок перевыконания бюджета по первому певричию. Можно так сделать? Чтобы у нас не получилось так, чтобы мы сейчас написали в межах... Не-не-не. В межах финансирования, и в межах финансирования оно так и останется. Ну вы поняли, о чем я говорю? Чтобы не получилось так, что вот смотрите, миллион 220 на медицину данных, мы сейчас впишем туда, к примеру, крышу, которая будет, например, 300 тысяч, и важно сколько. Вообще этот проект будет и все. И на этом деньги... Да, и на этом... И тут ничего не сделаем, и там ничего не сделаем. То есть, можно, например, где-то как-то прописать, чтобы четко было за... ну, за рахунок... Ну, в прошлом, это там, можно выписывать, где-то. Я на закона, я с ним связываю, и все. Я по этому и говорил, когда еще программу засматривали. Акстраты, может, даже... Бюджет есть. Да, в программу вписывайся. А в программе было? Не, уже... Я же в программе... Смотрите, давайте еще раз, если мы прописываем... Не, мы втручаем. Сейчас обсудим... сейчас обсудим... Давайте сейчас обсудим вот эти три... Если мы сейчас вписываем в межах финансования, там, по какому-то виду, так, как мы, как мы можем прописать, чтобы это действительно... Ну, деньги не забрались от уже иснующих, а были туда добавлены. Мы можем это там, например, прописать в программе социоэкономического розвитка, там, за рахунок перевыконания бюджета по первому певричью... Чтобы это уже было забито. Да, да. Можем мы такое сделать. Сейчас мы пишем, для того, чтобы не перекидывать кошты в день, ничего не забирать ни у кого, не ломать бюджет. Мы пишем в межах финансования. Просто смотрите, если мы на сегодняшний день с вами, например, заберем деньги, ну, в виде лохоронной здоровья, к примеру, тут миллион... Нам все надо. Нет, подождите. На детскую консультацию. Мы сейчас же должны написать, что нам нужен там, например, не миллион, а пятьсот тысяч, образно говоря. Да? Конечно. А потом, получается, мы должны будем добавлять через сессию, добавлять туда уже нет. Еще разоку добавлять. Давайте там не трогать, хотя там будет, потому что... Там нужно ремонтить, я не обожаю. Анжела, по-другому не получится. Надо потом, надо потом просто, вот я сейчас говорю, потом просто для себя сейчас принять, как говорят, джентльменское решение, и потом в итоге, первое полгодие заканчивается, мы видим, что у нас есть перевыконание бюджета, например, на миллион. Мы берем и добавляем за рахунок этого миллиона сюда, например, на первый полгодия детской там, сколько-то добавили, туда добавили, там по разным этим самым видела. Только таким образом, иначе мы по-другому его не впишем. Федор Федорович, видите, какая сейчас ситуация осталась. У нас бюджет уже проголосовывается на комиссии. Нам надо эти пропозиции будет як? Озвучилось и голосовать. Мы еще можем на сессии не набрать за эти пропозиции? Нет, послушайте, мы не наберем на сессии за эти пропозиции в одном только случае. Если мы действительно, сейчас где-то у кого-то что-то заберем. Подход же, другой сейчас. Мы вносим сюда и говорим о том, что, например, финансирование этого, там, крыши, например, будет, там, например, с первого певрича. Я розумію тебе. Мы можем сделать два шляха. Если мы от межи финансирования, значит, будет сама Латалья Михайловна дивиться, кто снимает, кого добавляти, это будет один вопрос. Мы можем другим вопросом додать доходную часть бюджета. Другой не может быть. Сергей Владимирович, вы же понимаете, что такое добавить доходную часть катастрофе? Так это, что он уже каже федрофейн, что за счет перевиконания доходной части бюджета. Это же самое. Нет, только сейчас как это прописать? Мы же финансирование сейчас поставим и все, а дальше не будем. Если, например, по воинской части у нас четко есть уже цифра 200 тысяч, то как мы сможем прораховать с вами женскую консультацию и ремонт крыши номер 6? Как? Никак. Ремонт крыши есть же программа социально-экономичного. Подождите, у нас еще в общем бюджет есть пункты, на какие загляни бы есть. Вот там питеринка СББ. Там стоите прочерк. Так? Прочерк. Зачем мы тут еду, если почерк стоить? И давайте вписать эту гинекологию без прочерка. Прочерк, без то самого. Ну, запланировано. А теперь будем разглядать в первом квартале слои. А ну, смотрите, а если мы действительно сейчас запишем, например, гинекологическую консультацию, запишем без цифр, без цифры, то мы же сможем потом тогда по первому певричу, правильно? И нам не надо ничего ломать. Нет, нет. Тут можно параллельно идти, вносить изменения и в бюджет, и в план социально-экономичный. Зачем тут расписывать сейчас пустую строчку? А зачем бы писать? Нет, там бы натик одна поднимка. Там вообще что-то спустя строчка. Нет, можно его с бюджетом найти, мотейки. Но есть позабюджетные средства, еще какие-то... Может, за односное бюджетное. За односное бюджетное. Скажи, я, кто бедует? как нам сделать так, чтобы третий пункт попали уже в беду? Можно в план социально-экономичного его пропусывать. Но мне кажется, что будем разглядать, будет такая возможность плюсом что-то получит в бюджет, его параллельно и туда и туда. Подождите, вы не сможете их использовать, если его в плане не будет. Надо будут смены вносить потом. Мы сейчас не можем сразу внести в планы. Да потому что ресурсов нет. Хорошо, а если мы без бюджета внесем в программу соц. Розвитку? А потом уже программу будем вносить смены до бюджета, поэтому первого певрича... Геннер Георгиевич, у нас начинается, знаешь, так, давайте оттуда срочно 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 надо было тщательно обрабатывать. Ой, я бы узнала, как мы его тщательно обрабатываем. Каждый занимается все сделаем. сколько людей, сколько мнений. Невозможно всех удовлетворить, чтобы все было так, как ему нужно. я уже не могу. Понимаете, я уже выслухала все комиссии и все пропозиции. Задолбал. Нет, не задолбал, просто уже... Хорошо, хорошо, давайте. Я тоже выважена людина, но просто это уже непонятно. что мы можем сделать? Можно пустые сроки сдавать, но оно ничего не даст. Надо все равно, чтобы было в бюджете. То есть это... При перегаде бюджета мы можем это внести? Можете в протоколе написать, что при перегаде бюджета забезпечить приоритет 20-3. Мужськом, как в прошлом году. Мы не могли там для больницы мягкий инвентар купить. Мы же при перегляде бюджета включили. Вот и все. Ну надо, чтобы тогда проголосовали депутаты. Скажите, как вы за матрасом голосовали? Ну, че? Ну, так же депутаты пройти, себе не вставить, если вы не проголосовали. давайте. Ну, сейчас, если мы начнем вот эти сейчас пихать, мы такие... Давайте не пихать в бюджет, давайте в программу запишем. А в бюджет не будем. Ну, хоть куда не пихать, чтобы знали. Люди забыли подъехать. Че страшно? Нет. Программа как-то у нас... Послушай. Послушай. Программа как-то записана. А, ты бы сказал в бюджете, да? Вот послушай. Вот давай, давай в программу запишем, а в бюджет не будем. И тогда никаких проблем у нас нет. У нас пропозиция от правовой комиссии, вписываем в программу, бюджет остается бюджетным. А по итогам первого полувозия профинансуются. Ну, согласны? Так будет, так заправлено. Чтоб сейчас не ломать бюджет, никуда там вот эти строчки там не вписывать, ничего. А пустая строчка в бюджете не пишется. Вот. В плане социального, экономичного можно где написать. Давайте. А вот, а в бюджетный и ты, мы шли. Не пишется, пусть с нулями. Все, согласны? Ну, вам так как по... ну, по документациям, по всему. Мне кажется, это самый диагноз. Это еще пешечка. Новая консультация. А что там? Про школу номер 6. Там надо проектную документацию. Там надо проекты. Да, я знаю. Так, надо же выделить, какие гроши, чтобы проекты у нас? Не можем мы уже выделить гроши, потому что у нас бюджета нет. Так смотри, будут деньги, я скажу. Я знаю, Сережа, я там, я думаю пишу, 250 раз. В 17-20-й еще какие-то проекты решения, что мы разгадали. Я знаю, что там в 6-й школе. Это уже же принято. Комиссия прошла. А, это же принято. Мы же, что деньги пропустим. Поголосуем. Поголосуем. Еще раз. Проголосуем. 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 давай голосуем за бюджет. Бюджет голосуем и возвращаемся. Покрутируемся назад до социально-экономичного, ставим голосование, прикинуваем и расходимся. А, нет, И звит, и план работы. Сергей Иванович, вы что? Как же мы бесплатно? Да, да, да. Пропозицию озвучьте, пожалуйста. Три пункта. Чеховская допомога в Огонской части А05-63. Ремонт женской консультации. Школа номер 6, Крыша. Писать в программу социальных научных развитков и по итогам первого певище переградут и выделить кошту. Подождите, мы же про резервный фонд еще волакали. Что-то будет на повноважение депутатов. Ну, что, где? Ну, в чем они зарезервированы? В бюджете есть 2 миллиона 100. Где это будет видно? Ну, они в бюджете запланованы. Я тоже голосовал, скажет, где? У меня есть моя пропозиция. Давайте ее проголосуем, голосуйте, не голосуйте. Я же ваше добавляю еще один пункт. Про резервный фонд, а есть же. Давайте про резервный фонд сейчас отдельно. Я же про резервный фонд. Я ставлю на голосование пропозицию Федора Федоровича. Позавлю. 4, 5, за. Дальше пропозиции. Сергей Иванович. Сергей Иванович, где что Зинченко выносил депутатские полноважения? Где эта сумма, кошки, бюджет? 6,800. Нет, я уже не скажу за сумму. 6,800, 6,700. Жестный пункт, текста решения. Якщо вы побачите. Решение про бюджет 200. Затвердженный резервный фонд. Почему он резервный? 2,500. Потому что он не... Код ставит... Мы сюда можем добавить одну строчку резервный фонд, в том числе на руководство депутатских полноважений. Там немає еще решения сессии про депутатские полноважения. Так это уже не мое. Мы же как и правосудия не будем у вас. Ну, мы же уже... Это слабак. Я не знаю, где вы говорите все сами. Как вы собою. Не знаю, как вы же не комиссия правосудия. Будет право. Будет программа затверджена, потом будет... Федор Федорович, вы, по-моему, 800,000 вы выделили на лечебнике. Месяц прошел, кто программа в своей лечебнике? Не знаю. 700,000 вы выделили, по-моему, выделили. Скажи, вы, что... Тихо, извините, даже программы не разработали никто. Сколько? Из кого сказать, они жальны на правосудия. Понимаете? Не, ну, подожди. Не нас выжили. Не нас выжили. Их сейчас... Вырнести на бюджет. Они верносятся? Да. И снова не осуществляем. Не то, что с разного программы не... Мы не вошли деньги. Давайте, давайте, извиняюсь, не освоили? До свидания. Так давайте все-таки сегодня будем осуществлять. И все-таки осуществлять будет. Поехали. Так, тоді, шо? Проходим? Пропозиция дальше, Трианович? У меня одна пропозиция. Завтра соберутся депутати. Ну, саме, з іншими прийдем. І ми не оставляємо недель. Нам, Михайло нас сказали, що буде резервний фонд, який буде використований. Де ми можемо писати цю строчку, який може бути використований для проведення програми депутатської повроваження? Там ви ж тільки за решенням виключно сессии перерозподіляються кудись кошти. Дай роз. Тільки ж ви їх будете дивитися кудалі. Не, бояться на увазі, що в бюджеті, вони, естественно, в бюджетах... Також, це вже 25-й раз, ми одно і то же обстоятельно. Завут є. Тобто вони не мають кода, які поточники, вони не розподіли. Правильно, так він не може бути кодом, тому що, якщо ми зараз код забьем, то ми їх треба використовувати конкретно. Ви бачите, проти, я взагалі не буду допомагати. Тому я їй кажу, де ми напишемо цю всю біду. Якщо в шостому, то напишемо. Давайте піднатизкомпроміс, по крайній мере, програма. Ну запіламували гроші, неужели це не компроміс? В Резервному фонду закумуливали 2 млн 100 на депутатську новачу. Я вам кажу, що зараз нам принесуть зміну до статути. Там буде економ-чемпіонитет розпределяння Резервного фонду. Ну що? Ну що? Ви хочете ставити, щоб міський голова? Ні, я не хочу ставитися. Але, Сергій Іванович, там є постанова про використання Резервного фонду. В чому це? Це, якщо безпосередньо, я розказую елементарні речі, щоб ви розуміли. Резервний фонд, він формується на видатки, які не можуть бути передбачені перед бюджетом. Я дуже довго вас слухала. Ви слухайте, будь ласка. Якщо случилось сьогодні, не дай Бог, якась ЧП, зриваються дома, зриваються. Тоді в такому випадку виключно міський голова розпорядження міського голови виписує надати туди-то, туди-то матеріали і так далі. Розчистити сніг. І ще шутку зробити. Швиденько. Але це не означає, що депутати не будуть потім розглядати і не будуть розпорядження міського голови затверджувати в бюджеті. Вони будуть затверджувати і говорити, будь ласка, якщо ви вже взяв дінги, то депутати можуть навіть сказати, що поверніть, будь ласка, ці кошти в резервні фону. Але це потім розглядається виключно депутатами міської ради. Використання резервно. Хоча і написано, що використовує за розпорядження міського голови. Стаття 5.3.8 статуту міського голови. Написано, що резервні фонди міського бюджету формуються для здійснення, передбачення, передбачення, передбачення. Я це розумію. Тут, в статуті, в нас вже за розпорядження міського голови використовується, час ми додавали. Порядок використання кошти резервного фонду бюджету визначається Кабінетом міністрів України. І завтра, коли ми проголосуємо бюджет. Ви сказали, проголосували? Проголосували. Хелушки. Последок Кабінетом міністрів немає видатків, пов'язаними з депутатською роботою. Все. Тільки так немає зараз. Тому що немає програми. Немає програми ще. Но, Сергій Іванович, ви ж вичитали тільки виключно перше, ну як початок, як використовується. Але не те, що ми дочитали, як він потім витверджується. Порядок використання резервного фонду. І чому? З 2002 року вступив в бюджетного кодексу України жодного разу резервний фонд ми не використовували напряму. Ми збирали сесію, розподіляли дінь, тому що у нас не було таких, ну знаєте, ЧП, слава Богу, не було. У нас було ЧП, але, вибачте, будь ласка. Сергій Іванович, давайте вашу конкретну пропозицію. Хто за? Сергій Іванович, ви голосуєте? За що? За бюджет. Діля того, що те, що ми голосуємо, не голосуємо. За, проти, проти, утримався. У нас, ні, 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 вона ж можна буде повернутися до плану соціально-економічного, щоб не стрілити цей пункт. Ну, так. Ви ж повернутися, должны щаси. Це ваша буде пропозиція, так? Це моя пропозиція, так. Це дуже голосувати тоді на депутат. На сесії. Буде ж пропозиція від комісії. Повернутися до розвитку. Ага, все. Я починю. Поверкаємося і поставити на голосування повернутися. Після того, як повернулися, довключити три пункти. Ні, а ми просто двадцятий, Ром, допишемо так. Двадцятий пункт, ось ці пропозиції ми просто довключити. Включити до програму. Повернутися до розвитку. Ми вже закрилися. Нам наповернутися до розвитку. Хто за те, щоб повернутися до розгляду програми «Канаймічного соціального розвитку» Повернутися. Включити. Хто за? Для того, щоб включити програму «Канаймічного соціального розвитку» озвучені три пункти. Хто за? Так. Закрило. Так. Значить дивіться. По статуту так нам і не принесли. Йорвідділ готовий, значить будемо завтра. Щас буде. А що вони? Куди вони вийшли? Так. Давайте просвідчу до виконання плану роботи Христської міської ради. Ви маєте на руках проєкт рішення і звіт. Але я хочу зазначити, що в звіті цифри всі, які там є, вони стануть на перше грудня 2016 року. Тобто та кількість комісій, прийнятих тих рішень, без врахування цих комісій, які ми проводили при підготовці 6-ї сесії і невраховані програми. Там всього 10, але їх на останніх комісіях було більше прийнято. Тобто, станом на завтрашній день картинка чуть-чуть зміниться. І що стосується плану роботи? Значить, план роботи з врахуванням всіх пропозицій і депутатів, і комісії, і фракцій. Єдине, в цьому плані роботи була пропозиція депутата Данилука включити в план роботи програму «Зачисти до Києвля». Програма не представлена на собі, тому є пропозиція. Там у проєкті рішення зміни до плану роботи може бути з врахуванням всіх пропозицій та постійній комісії. Тобто, якщо буде така програма, ми її включимо вов'язково тоді план роботи. Тут ось два варіанти проєкту рішення. То справа в тому, що відповідно до законодавства звіт і план роботи готує секретарницької ради. А там Альона, а? Не хочу шукати. Оце рішення буде провести навчання з депутатами чи роз'яснювання роботи плана робіт по створенню цих народних бюджетів. Уможенню цих бюджет за участью громадськості. Давайте включимо план навчання. Це ж ми вам тільки проєкт даємо. Пропозиція, давайте. Натаря Михайловна, ручку дайте. В перший квартал, так? Чи може важливіше? Давайте в другому кварталу, давай. В перший другий квартал. Вон, наверное, на себе розтелепається. Ну це по підшерпу. Те, що на 2018 рік. Ну там, наверное, не тільки депутатів. Наверно, заодоложувачі повноважені, які там у нас по вулицях. Квартальні. Ну, наверное, не дуже розказувати, що вони. Чи їх знали? Ну ми їх запросимо. Взагалі це ж навчання депутатів. Але ми запросимо їх. Які пропозиції доплату? Дивіться, який з них оставляєте? Оцей. Так. То Альона підготувала рішення, але зробила зауваження. І там єдиний показат, що було підписано. Зрозуміло? Які пропозиції до плану роботи? Щоб тоді на сесію не піднімалось і не казало, ти, ти, ти. Як Ви вважаєте, подане люком? Програму немає. Якщо так, немає, то... Так. Але його пропозиція про затвердження програми за чисте довкілля. Ну ми йому пояснили, що буде програма без ніяких персенжів. А так є програма? А? Є. 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 У нас немає. Там предусматривається установка, і урн, і ще чого-то. У нас, по-моєму, не програма була, Сергій Іванович. Немає, немає. Щось було. Що-то було, але це не програма. Ну це була не програма, це точно. Програма такої. По-ужити гіри. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт річчя? Хто за 6? Рома. І зараз підтримати проєкт річчя? Значить, там інформація... Як вона ще в Нелюку буде? Миросом, Міколей. Тепер вже врахуйте, будь ласка, те, що по Данилюку. Пропозиція є, він пропозиції до програми соціально-економічного розвитку, Наталя Михайловна надавав, так? Так. Так. І план роботи. Але буде розроблено тоді втручна. І цифри поміняються ось. Ну підпочивайте, він сказав, я не буду розобрати програму. Ну не буде. Він в пропозиції написав, щоб управління житлово-комунального господарства, розробили програму. Він не ініціатором був. Він просто нуля. Він пропонував, щоб була розроблена в місті. Він ініціатор, але не розроблено. Він розробиться і ми їм включимо. Так, включимо. Там вже в нас і повноваження. Так. І, значить, що у нас тоді? Так, 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 так. Це вже... Статут, так? О, залишилось... Ну, ви далишилося. Значить, дійсно, по статуту, так до сих пор, я увидел, нічого не повернути. Він може розробити. Він розробити. Зараз ми розробляємо. Він розробляємо. І, полисть тут, все-таки, повертаюся до Угорян. Давайте просто перевернем, що підтримує. Не, на самом деле, на самом деле, це очень не інтересна і нужна вещь. Потому що, якщо ми звернемся, як мінімум, до депутатського корпусу з проханням, все-таки, залишить в одному місті, той самий, де міністр може звернутися там. Тоді, давайте, давайте, може, включимо, ось цей, може, лист, щоб на сесії розглянути. І по цьому листу від депутатського корпуса з розгляду. УБР доцільно створити саму східному регіоні, т.е. у нас. Тому що більший роздовищ та площа, які дійсню свою діяльність ПАЦ Укрнафта, знаходиться на студії України. Пов'язані, де відповідно, нафти та газ до витрати, витрагані на споручення та ГДТ. Уперевезення, у словах, персоналу у разі спорядні УБР в іншому регіоні, не свідомо, значно, плинуть на вартість самопередуції. Саме є збільшення. Що вони просять? Щоб об'єднати УБР? Щоб звернулися. Що вони хочуть об'єднати? Вони посприяти. Посприяти шляхом. Написати лист. От це ж ми хочемо зробити. Вони приходили. Зараз мусірується міністр енергетики на садок. Він сам із Дові. І він планує там УБР зробити. Не тут. Остановитися на рівні звернення до Міненерго. Нас це не устроює. Ми повинні звернутися до всіх депутатів наших. До профільного коміття Верховної Ради. Кабінет міністрів. Щоб перепригнути на садика. Інакше, ну, допомогти якось. Що треба? Щоб створювати. Уждєднує НГДУ на базі Охтильського. Чого Охтильського? Тому що база тут. Місторождець.